Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. Члены Объединенной контрольной комиссии встретились в четверг в Бендерах. Согласно повестке, комиссия рассмотрела три еженедельных отчета Объединенного военного командования. Во всех сфотках военные наблюдатели отражали наличие постов в одностороннем порядке, установленных террасполем в зоне безопасности. Начиная с 26 апреля текущего года с ссылкой на Бюро по реинтеграции, сообщает Молдпресс. Последовали дебаты по поводу этих провокационных действий приднестровских структур, и делегация Молдовы вновь высказала свои требования относительно их безоговорочного вывода из приметра ответственности совместных миротворческих сил. Позиция Кишинева по данному вопросу тверда и вытекает из положений соглашения от 21 июля 92-го и других актов миротворческой операции на Днестре. На слушаниях комиссия не приняла решения по этому поводу и возобновит обсуждения через неделю. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг считает, что даже в существующей сложившейся ситуации важно встречаться и обсуждать вопросы, находить решение проблем. Об этом он заявил в Тирасполе на встрече с руководством Приднестровья, передает Инфотек. Участники встречи обсудили различные аспекты переговорной повестки, говорили о деятельности ОБСЕ в период польского председательства, обозначили направления, требующие повышенного внимания и варианты решения проблем. Однако в Приднестровье продолжаются провокации. Глава так называемого МИД Приднестровья Игнатьев высокомерно заявил, что такой сложной ситуации не было никогда. При этом Молдова делает все возможное, чтобы не дать непревзнанному Приднестровью представлять угрозу ей и Украине. Об этом заявила Санду. «Мы пристально отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не разрешить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове», – сказала Санду. Она подчеркнула, что обе страны должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, а также отметила, что они с президентом Украины согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые имеют целью дестабилизировать ситуацию. Молдавский лидер также заметила, что информация о возможной мобилизации граждан в Приднестровье в настоящее время не подтверждена. «Время от времени мы слышим такие новости, но сейчас не подтверждено. Мы отслеживаем очень пристально эту ситуацию в Приднестровье. Мы хотели бы убедиться, что не возникнет ситуация, которая может дестабилизировать обстановку. Наши институты продолжают отслеживать ситуацию», – подчеркнула она. Санду также отметила, что если произойдут события, которые будут вызывать беспокойство, Кишинев будет принимать меры и информировать партнеров. При этом Зеленский прокомментировал угрозы для Украины со стороны Беларуси и непризнанного Приднестровья. Он заявил, что он не согласен с президентом Молдовы касательно отсутствия провокации с оккупированной Россией молдовской территории. Россия осуществляет провокации, чтобы втянуть Приднестровье в войну. Зеленский откровенно заявил, что не совсем согласен с Санду. По его словам, провокации из Приднестровья фиксировались и фиксируются. Они мелкие, но они есть. Россия это делает. Россия делает это специально, чтобы и там была потасовка, чтобы и там был следующий взрыв этой войны, заверил президент Украины. Зеленский добавил, что Беларусь в настоящее время также находится под угрозой втягивания в войну против Украины. Впрочем, наше государство может ответить на это только одним. Мы к этому готовы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.